Продолжаем тему. У нас есть гости, которые остались с прошлого часа. И мы будем обсуждать с ними не славы ради, а дело для, как бизнес помогал проекту «Солнечная Людчинка». Напоминаю, это Константин Кропанев, куратор проекта «Солнечная Людчинка». Это Анатолий Курбатов, координатор проекта «Красивый Киров». Это Яков Терехов, президент «Ротари-клуба». И новый наш гость Виктор Ребенко, генеральный директор компании «Коммунэнерго», которая тоже в проекте участвовала. Да, добрый день. Всем еще раз можем поздороваться и со слушателями поближе к себе в микрофон. Еще мы будем набирать Рустема Садыкова, вице-президента о движении «Нефтепродукт». Вопрос сразу к вам, Виктор. Вы недавно были у нас в эфире, но все-таки надо напомнить, когда в вашу компанию поступило предложение об участии в проекте «Солнечная Людчинка». Кто пришел и как убеждал? Расскажите. Еще раз всем добрый день. Насколько я помню, Костя мне написал сообщение. Константин, да. Костю знаю очень давно уже, там, пару десятков лет, наверное, точно. Поэтому я зашел на проект, посмотрел его внимательно. Мне он понравился. Тем более я вообще люблю такие вещи очень. Какие такие? Очень интересно, от которых потом душа поет, так скажем. Поэтому я посмотрел. Тем более этот объект находится непосредственно в близости от нашего предприятия. И, естественно, там у нас и многие сотрудники живут в этих жилых домах. И мы там каждый день ходим на работу. Хочется, конечно, чтобы все это было очень красиво, душевно. Птички пели. Ну, он пришел ко мне и говорит, посмотри, как будет красиво. И сколько денег попросил? А конкретики мы не говорили. То есть все посильное, конечно. А что сказал? Вот как презентовал Константин проект? Он говорил, ну, тебе нравится? Может, что-нибудь дадите? Или конкретно говорит, вот надо вот здесь закрыть вот этот кусок... Сейчас я, Толя, передам тебе слово. Нет. Надо вот здесь закрыть вот этот кусок расходов. Как это было? Было так, значит. Понятно, что, значит, я вначале спросил, чем мы можем помочь, какими силами. То есть, может быть, там техника или еще там чем-то. То есть ребята сказали, да, вот на начальном этапе попросили технику. Пожалуйста, помогли. И потом, что еще вроде бы можно бы? Вот мы говорим, ну, давайте посмотрим. Да, давайте мы вот это сделаем, вот это сделаем. Ну, вот как-то вот таким вот образом. На этапе спросения суммы уже Костя переслал все ко мне. Я отправил свои хотелки, описал, как бы, что вообще бы хотелось. И попросил определенную сумму. На что мне ответили, как бы, давайте попросите больше. Ну, и, соответственно, я... Что-то вы скромничаете. Я увеличил запросы в три раза, и нам их одобрили. Вот это очень интересно. Тогда расскажите, как в Коммунэнерго... Можно еще одну минутку, для понимания, что все же мы... Нет, работа делаем активистами. То есть нам Коммунэнерго помогает материалами. То есть чтобы у жителей не было такого понимания, что там активисты только просто, как бы, ходят и получают за это зарплату. То есть все работы мы делаем, ну, бесплатно. Ну, и вкладываем свои средства тоже. И да, и вкладываем свои средства. И сегодня опять вечером туда поедем, и будем доделывать этот мостик. И всех приглашаем. Да, но нам нужны стройматериалы, нам нужны гвозди, нам нужны пиломатериалы. То есть нужна техника. И тут, конечно, мы пытаемся привлекать спонсоров. Да, мы все поняли. Так, напоминаю еще всем участникам, что это разворот на бизнес, поэтому максимально цинично нужно относиться ко всем вопросам. Программатично, я бы сказала. Программатично и цинично даже, я добавила бы. А то мы все такие благостные тут после первого часа. И все-таки, как осуществляет выбор компания? Душа поет это хорошо. Правильная презентация может быть. Сколько должно быть выгодоприобретателей, так? И важно ли, да, важно ли, что вы доверяете кому-то или нет? И важно ли, чтобы вас поддерживали ваши коллеги? Может быть, вы единолично принимаете решение, и это не очень важно? Ну, решение принимаю единолично. Конечно, мы смотрим, во-первых, точечно по обращениям, смотря какие обращения, то есть на благотворительную помощь, на детские дома и так далее. Я не люблю работать через фонды, сразу говорю, потому что пару раз сталкивался немножко с такими нехорошими ситуациями. То есть, понятно, у нас город небольшой, и там информация может дойти, что вот этот фонд, на самом деле, тут еще у них какая-то накрутка, у них там зарплата, там еще там что-то такое. Я поэтому вот эти вещи как-то сразу так напрягаюсь очень, и я предпочитаю там адресную точечную помощь. То есть, если там, к примеру, вот у нас есть там Налинский детский дом, который мы тоже опекаем уже несколько лет, то есть нужно вот им там дверь противопожарная. Все, значит, мы там покупаем противопожарную дверь, то есть ее устанавливают. Потому что если все официально каким-то таким путем действует, понятно, что там нужно собирать фонд, это правление фонда, они там должны что-то утвердить, что-то не утвердить и так далее. То есть это все очень сложно, нам проще вот таким вот образом. То есть сделали хорошее дело. У компании есть какой-то процент ежегодный? Нет, у нас такого бюджета нет. Ну, обычно мы смотрим, ну, как по, значит, по бюджету, там, по возможности, там, значит, по обращениям. Большими суммами мы там не располагаем, то есть не можем как бы, да, но я все-таки предпочитаю, что если, например, вот несколько там компаний, да, там с миру по нитке немножко собрали денежных средств и сделали какое-то одно большое очень дело, ну, это просто прекрасно. А вы спрашиваете, простите, пожалуйста, а вы спрашиваете, когда к вам приходят, а кто еще в проекте? Кому вы еще ходили, ну, там, чтобы представить? Вам важно это? Ну, я интересуюсь, конечно, да. Почему это важно? Да я даже не знаю. Честно говоря, внутри мне это как бы не важно. То есть я не пытаюсь там на кого-то равняться, то есть у меня такого нету. Да, вот Анатолий. У меня по опыту личному есть, что, допустим, если какая-то одна компания-застройщик начинает покупать проекты, то все остальные компании-застройщиков сразу, ну, то есть... Протягиваются? Нет, наоборот, они не включаются. Наоборот, отказываются. Как конкуренты? Да, у них конкуренция в этом. Это именно застройщики. У нас такого точно нету абсолютно. У кого-то есть конкуренты? Мне наоборот, если там чем больше компаний, и вложилось меньше суммы, как бы, и если действительно, значит, уже получается, мы же вместе можем собрать ого-го и сделать тоже, соответственно, можем. Вот хорошую тему сейчас подбросил нам Анатолий. Это, собственно говоря, хороший социальный пиар, если компания участвует в таких проектах. Я хотела как раз уточнить, кроме морального удовлетворения, компания что получает? То есть есть какой-то измеримый результат для вас, помимо того, что вы сделали доброе, хорошее дело? Как для бизнеса? Вы знаете, вообще-то нету, сразу скажу. И мы сейчас, ну, в свое время как было, то есть начали присылать там какие-то благодарственные письма, там, почетный грамот, еще там что-то. То есть мы их начали вешать на стену, потом у нас эта стена уже там стала до такой степени там большой, что там можно, ну, как бы и обои не нужны. Вот. А сейчас мы там планируем сделать ремонт и все это убрать. И убрать мы это никуда вешать больше не будем. То есть это будет просто лежать. Вот. Но это вот чисто удовлетворения внутри, как бы, такое моральное, как бы, от того, что ты сделал хорошее, доброе дело. Если ты кому-то помог, и кому-то от этого стало хорошо, ну, это просто прекрасно. А так вот PR, ну, социально мне лишнего не нужно. Мы просто здесь в перерыве обсуждали, по-моему, эту историю, да. В любом случае крупный благотворительный проект – это упоминание в СМИ. В том числе упоминание людей и компаний, которые этому проекту помогали. И в этом смысле компания, ну, получает профит какой-то, как мне кажется. Я могу, да, рассказать опыт Дмитрия Валерьевича Сергеева, компания «Маяковская». Он два года назад выделил 50 тысяч личных средств на установку скамейок в Дворце Пионеров. Так это был предыборный период. Мы об этом нигде не упоминали, мы просто поставили скамейки. А потом уже, когда можно было говорить, я написал пост у себя на стене. Благодарственный. Да, я упомянул, что это было. Этот пост разошелся, то есть 13 СМИ сделала об этом новостью, два СМИ сделала большие материалы, охват общих подписчиков только в группе был больше 50 тысяч. И если просто взять педиакиты этих СМИ, которые разместили упоминание бренда в позитивном ключе и все прочее, там выходило на 230-240 тысяч рублей. Это без СМИ, без охвата. И эта история, это было только в первые два дня, которые я посмотрел. То есть сама эта история, она еще потом, ну, несколько раз, и так же в ваших эфирах, да, в каких-то, на прямых эфирах, на телекомпаниях. То есть человек, вот если так бизнесу подходить цинично, это такая неплохая нативная реклама, которая окупается в разы лучше, чем просто занести, заказать статейку в СМИ. Или ролик. Компания все-таки Маяковский, во-первых, серьезная очень, да, и на хорошем счету у нас в городе находится. Но это получилось случайно. Да, Дмитрий человек очень скромный, я думаю, ему внутри тоже это как бы не особо даже надо, наверное. Он спокойно к этому относится. Вообще мы этот вопрос обсуждали, и у нас будет... Давайте отведем следующие пять минут после перерыва на этот вопрос, потому что позиция меняется, я вижу, с годами. И вот лично я стою на той позиции, что компания должна зарабатывать себе позитивную социальную репутацию. И для этого она не только должна участвовать, но она обязательно должна и своим сотрудникам, и своим партнерам, и вообще широким массам показывать проекты, в которых она участвует из года в год. Если мы обратимся к крупнейшим компаниям зарубежным, это обязательное условие, да, репутация этой компании, которая там уже десятилетиями, а то и столетиями, да, осуществляет какую-то благотворительную деятельность. Мы все время отсылки делаем в старую Россию, когда об этом говорим, а сами почему-то сидим и говорим, прикрываясь листочками, что это неправильно, на мой взгляд. Света, потому что есть позиция такая, что благотворительностью надо заниматься, а не говорить о ней. Ну, надо и заниматься, и говорить. То есть наша-то позиция, конечно, о том, наша-то позиция ясна, Саня, и какая. Об этом обязательно нужно говорить. То, что вы сюда приходите, вы тоже осознаёте, что надо говорить. Вот почему компания не концентрирует эту свою активность и не использует как составляющую, да, не представляет как составляющую деятельности. Ведь мы сейчас заговорили про социально ответственный бизнес, что бизнес должен быть социально ответственный. И социальную ответственность надо как-то всё-таки измерять. Она не может быть просто порывом души обозначена. Она должна измеряться. Говорим пять минут буквально после перерыва. Константин Кропанев, Анатолий Курбатов, Виктор Ребенко и Яков Терехов в студии «Разворот на бизнес», «Не слава ради, а дело для», как бизнес помогал проекту «Солнечная Люченко». Разбираемся в этих тонкостях. И до перерыва мы говорили про то, что надо или не надо измерять социальную ответственность бизнеса. Раз уж мы говорим, что бизнес должен быть социально ответственный, как мы, собственно, её будем измерять? Ну, понимаете, значит, помимо какого-то пиара социального бизнеса, из этих проектов может извлечь другую выгоду для себя. Это взаимодействие между собой, во-первых. Это про то, что я говорила. Вы спросили, был ли там кто-то ещё? Кто в вашей компании? Для меня те, кто в этом проекте, гаранты того, что этот проект состоятельный или это так себе какая-то там шарашки на конторе? Ну, особенно, что касается крупных проектов, это возникает возможность участия большого количества участников в этом проекте. Эти участники, соответственно, могут друг с другом взаимодействовать, знакомиться и принимать самое непосредственно активное участие в этом. То есть это такие партнёрские связи, которые потом могут сотрудничествовать? Совершенно верно, да. Потому что кто-то кого-то не знает или знает так понаслышке, здесь есть возможность бок о бок участвовать, так скажем, непосредственно в полях, так скажем, работая вместе или помогая вместе. А здесь совсем действительно непосредственно? Прямо конкретно? Прямо в полях. Прямо в полях. То есть вот нас это действительно, наверное, это и привлекает. Почему? Потому что Ротари-клуб, как я уже говорил, что помимо просто помощи, как вы уже сказали, так в шуточном тоне подгузников, да, такая традиционная помощь, она уже может быть несколько морально устарела сейчас. Вот у нас немножко другой подход, более современный. Мы собираем фандрайзинговые мероприятия. Допустим, нужно собрать какое-то количество денежных средств. Мы организуем, к примеру, совместный турнир по боулингу, на который приглашаем предприятия. Предприятие собирает туда своих сотрудников, формирует команды, предприятие или какая-то фирма, организация может поощрить своих лучших сотрудников, наградить этим. Вот взнос, он идет как за участие, это идет как взнос в фонд. Вступительный взнос, да, регистрационный. Да, который регистрационный взнос, который идет потом уже на благотворительные нужды. Таким образом собираются команды, собираются деньги, люди вместе общаются, знакомятся от уровня руководителя до уровня сотрудника, который имеет возможность в этой среде быть. Прекрасно проводят время, получая это морально-эстетическое удовольствие, физическое удовольствие, если это спортивное мероприятие. А деньги используются с пользой. Это хороший способ сбора средств. Еще у меня вопрос к Якову Терехову. Я правильно понимаю, что это в некотором смысле еще и командообразующее такое мероприятие для компании? Совершенно верно. То есть это не просто пришли с письмом, дайте нам там 10, 20, 30, 50 тысяч рублей, пожалуйста, вот на то-то-то. Это всю жизнь так было. То есть объединение сотрудников в какой-то общей идее. Да, а это немножко другой подход, который действительно предприятиям, организациям более выгоден, это более интересно. Это, как я уже сказал, возможность и сотрудников вовлечь, и поощрить их, и возможность... Меняет это какую-то атмосферу в компании? И как это сказывается на работе? Ну, я думаю, что те сотрудники, которые и наша компания, то есть там, где я работаю, своих сотрудников тоже, так сказать, выставляли на такие мероприятия. Сотрудники прекрасно вовлекаются, они благодарны, формируются там и команды по предприятиям, формируются какие-то еще смежные команды, по интересам там. Ну, в общем, всем очень нравится, всем хорошо. И никто не ощущает там какого-то вот дискомфорта, да, вот. Да, Виктор? Соглашусь, Яков, у нас, ну, принимали участие такой спорт во благо тоже было. Тоже там даже призовое место какое-то там, да, первое или второе там как-то занимали, помню, сам бегал даже там 300 метров за филармонией. А сотрудники-то сотрудники бегали? Сотрудники обязательно бегали, да. Да. Вот, а все-таки надо замерять социальную ответственность бизнеса или нет? Вот вы говорите, сняли мы все благодарственные письма. Я бы тоже, честно говоря, сняла. Ну, это я говорю для себя. Конечно, для сотрудников, которые у нас работают, для них участие в таких мероприятиях, оно, конечно, и полезное, как бы, и они чувствуют то, что они работают, ну, наверное, в хорошей там серьезной компании, которая там действительно помогает, участвует там в жизни города и еще там где-то. У нас вот правило свое есть, мы не помогаем иногородним вот это вот железно, потому что я считаю, что пусть средства у нас в области здесь находятся, да, и у нас есть очень много проектов, куда можно направить там свои средства, свою энергию, потому что, ну, бывает такое, обращаются там из Московской области, еще там какие-то вот города там, все, они действительно там жалостливые письма, ну, мы не сможем там просто распылиться и всем помочь, как бы, поэтому мы вот сосредоточились, помогаем только в регионе, все. Ну, тут как раз-то два вопроса хороших вы подняли, есть, нет, у нас пока на связи Рустема Садыкова, будем пытаться дозваниваться, вот смотрите, вот, не помогаем иногородним, хорошая история, мы очень часто обсуждали то, что вот, когда говорим о раздельном сборе мусора, что надо купить вот этот эко-пакет, на нем на этом эко-пакете стоит значок, что столько-то процентов отчисляется в такой-то фонд, и там-то посадят дерево, но никогда не в Кировской области его посадят, но это правда, мы знаем массу магазинов сетевых, которые у нас есть федеральные, это не для Кировской области, или фонд такой-то, он помогает, да, детям, и всем детям надо помогать, но у нас нет еще раз, ни одного, у нас нет ни одного вот такой, ни одной такой истории местной, чтобы я купила вот, например, этот пакет и знала, что это дерево вырастет там в соседнем сквере или еще где-то. Вот это, к сожалению, никак не развивается, и мы таким образом возвращаемся к фонду или не фонду. Хотели ведь, Яков, да, мы вернулись? Да, мы хотели об этом поговорить. То есть вот, что касается фонда, фонд, на мой взгляд, это такое больше юридическое понятие для структур, которые могут перечислять денежные средства. Это крупные компании, крупные корпорации. Которым нужен документооборот. Да, которым документооборот необходим, необходима отсчетность, необходима возможность получения каких-то федеральных грантов, поэтому фонд, конечно, необходим. Вопрос, кто будет учредителем этого фонда, вот, инициативная группа или это будет городская администрация, кто? А вы как думаете? Я думаю, что должно быть, мое мнение следующее, я сейчас просто к нему подведу конкретно. Смотрите, фонд, конечно же, необходим для крупных предприятий, для грантов. Вот пусть он будет. Вот, инициатор проекта, тот, кто является куратором этого проекта, должен, соответственно, контролировать весь этот фонд. Но помимо фонда, должен быть еще, денежного фонда, должен быть информационный фонд. Вот информационного фонда сейчас у нас нет. То есть это фонд, информационный фонд, это, по сути говоря, база, где весь проект по Люченке, он был, был бы, так скажем, ну, открыжен по конкретным мини-проектам. Вот как Константин говорит, там, строительство моста, очистка русла реки, там, очистка мусора, там, еще что-то. То есть какие-то вещи, то есть то, из чего все строится, то есть непосредственно мероприятие. Потому что малый, средний бизнес, он мог бы вложиться какими-то, ну, своими, ну, так сказать, услугами, возможно, каким-то нематериальным участием вполне, да? Вот. И, соответственно, возникает вопрос, то есть где эту информацию взять? То есть вот эта информация, на мой взгляд, она должна быть сосредоточена как раз где-то в администрации, чтобы любой... Городской администрации все-таки. Он подводит, опять же, я прерываюсь, о чем мы с тобой странно давно говорим, центру компетенций, что нет какого-то... Нет структуры. Нет какой-то структуры, и это должна быть официальная структура, не из активистов, потому что активисты, это, конечно, хорошо, но сегодня активисты есть, а завтра активистов нет. Должны быть... Один проект закончился, люди ушли. Да, должны быть какие-то специалисты, должен быть какой-то объем знаний, объем информации, и любой желающий, который захочет поучаствовать в каком-то либо проекте... Даже из другого региона мог бы на официальные ресурсы зайти, посмотреть и каким-то образом пожелать выбрать для себя, чем он может помочь. Ну, коллеги, вот я вас сейчас слушаю, вы сами себе противоречите. Каждый из вас буквально сказал, что я строю свои взаимоотношения и свои пожертвования, и свой вклад на личных отношениях. Пришел хороший Костя или Толя, я ему больше доверяю, чем фонду, чем структуре, чем чиновнику. А сейчас вы приходите к тому, что хорошо, чтобы был центр компетенций, и я бы пошел туда. Вот объясните мне, почему у меня такой разрыв происходит? Центр компетенций — это все же знания, это специалисты, это не деньги. А опять же, мы, если говорим про фонды, то есть фонд, надо понимать, что фонд — это тоже ничего, то есть за каждым успешным фондом стоит какая-то личность. То есть, и, соответственно, там нельзя говорить, что фонд — это хорошо, либо фонд — это плохо. Если есть фонд, из-за которым есть личность, которой мы доверяем, которой мы верим, этот фонд будет иметь успех. А может быть, даже не сам фонд, может быть, конкретный проект. Ничто же не мешает сделать некий ресурс, где аккумулируется каждый проект, разбитый на части, и у каждого проекта написано там, этот проект курирует такой-то человек, этот проект курирует такой-то человек, которому ты доверяешь. Нет? Нет, тут возникает вот какая история. Сейчас вот сидит Костя, я его очень хорошо понимаю, и ему говорят, Костя, давай создай ещё фонд, и открышь его, и расчлени его, и получи гранты, и займись отчётностью, и собери нас, но мы же тебе поможем. И тут сидит Костя, у которого свой бизнес, семья и всё такое прочее. И вообще он пришёл в активизм тоже из большой любви к своему городу, но никак не ожидал, что ему придётся открывать фонд, крыжить, собирать и отчитываться. Вот ведь где лево-то всё. Никто не хочет этим заниматься. И, кстати, бизнес тут задаст вопрос, достаточно справедливый, а что же должна делать городская администрация? Опять возвращает, да-да-да. То есть, а где же они, что же они делают? Где наши налоги? Да, что же они делают-то, потому что, ну, что-то делают соответственно инициаторы, спонсоры и так далее, но что-то должна и городская администрация делать? Она делает, она вам скажет, у нас есть БКД, дороги закатали, у нас есть комфортная городская среда. Пожалуйста, парк Коневского, Кочеровский парк. Вот я могу привести... Сколько миллионов уже на него потратили? Ну ладно, я думаю, десятков. Такой пример несогласованности в городской администрации. Значит, у нас есть проект, называется Ротарианская песочница. Это такое достаточно большое сооружение, которое, помимо песочницы, включает в себя там всевозможные отсеки для игрушек, которые там хранятся, и дети могли бы прийти, поиграть игрушками. Значит, тут, соответственно, родители могли бы отдохнуть. У нас был проект этой песочницы разработан, мы хотели его реализовать в Александровском саду. Вот. Но дело в том, что нам не было, нам был, соответственно, дан отказ, не было предложено никаких альтернативных вариантов. Мы долго думали, где это делать, соответственно. Понимаете, координаторов, кураторов, так как Константин говорит, действительно, никаких нет. То есть не знаешь, куда дернуться-то. Вот. И решили эту песочницу делать в Кочеровском парке. Уже получили документы, значит, точки вынесли, все. И как-то просто в одночасье у нас Андрей Витошкин или кто-то из наших приезжает туда и смотрит, говорит, вы знаете, на этом месте высадили деревья. Кто? Ну деревья же не самостоятельно кто-то, вот как вы говорите, высадка этих деревьев. То есть. Не сами выросли. Они же не сами выросли, и не люди их посадили, их посадила городская администрация. То есть, соответственно, чиновников настолько, они не знают, что у них будет наперед, и кто за что отвечает, кто что делает. Понимаете? Мы приходим опять к этой истории про ресурсный центр. Вот когда мы об этом заговорили, когда мы связывались с Казанью, с центром, которым Фишман Бетмамбетова, теперь уже Фишман Бетмамбетова руководит, с Ростовом мы сравнивались, со Званицей и так далее, нам четко говорили, что наличие такого центра очень важно, потому что все проекты, неважно, где они идут, они благотворительные, они по БКД и так далее, они все проходят через этот центр, центр генерирует идеи сам, центр проверяет эти проекты, расставляет их по точкам, предлагает их для участия, отсматриваются со специалистами, но еще раз, мы вернулись, если кто не знает, к одному, нам все сказали, эти центры, которые открыли, что создание такого центра в любом регионе, где он существует, это исключительно политическая воля первого лица региона, даже не города, региона. К счастью или сожалению, это так, но это так, то есть сами по себе, вот как к нам приезжали специалисты Минстроя, вы помните, Российской Федерации, с тем, чтобы дать эту технологию создания этого центра, рассказать и чиновникам, и горожанам, и специалистам, почему это правильно и хорошо, ничего после этого не происходит. Пока не берется один человек, самый главный, и не говорит, так, нам нужен этот центр, и мы выделяем на этот центр средства. Но вот почему-то здесь, кстати, нигде у нас, вот сколько нацпроектов сейчас пришло со своими деньгами, нигде не видят, что этот центр вот в принципе нужен, хотя он связан не только с тем, что социальная среда улучшается, с тем, что благоустройство там увеличивается, но ведь и бизнеса это касается, и развитие его вокруг этой среды это касается, но вот никуда. Сейчас прервемся, на полторы минуты у нас реклама, и останется еще 10 минут до завершения разворота. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Так, у нас сейчас на связи Рустем Садыков, вице-президент о движении нефтепродукт. Рустем, добрый день. Добрый день. Значит, тут мы пока с вами созванивались, в перерыве я спросила, мы тут много-то всего за два часа обсудили, что спросить у Рустема. Анатолий Курбатов мне сказал, не знаю, что спросить, он ни разу нам не отказывал. Вот вопрос. Почему вы поверили в этот проект, и почему ни разу не отказывали в помощи этому конкретному проекту? Ну, смотрите, в любом случае, я гражданин этого города, и то, что делает Анатолий, в любом случае, те предложения, которые он выносит на обсуждение, это только улучшает городскую среду, это дает определенный результат для местных жителей, которые приходят, гуляют в парках, сейчас подустраивается Люльченко. Но разве это не дело городских властей, Рустем, вы платите налоги, вы работаете, разве это не дело городских властей все это благоустраивать? Ну, понимаете, можно ведь это делать параллельно, да, город тоже должен в этом участвовать, обязательно смотреть и прикладывать усилия для развития именно городской инфраструктуры, для городской среды, для жителей. Но, по большому счету, ничто не мешает делать это параллельно, тем более, те проекты, которые Анатолий предлагает, это не такие большие деньги, честно говоря, и те небольшие даже усилия, которые прилагаются, они дают такой, ну, выхлоп серьезный в плане изменения городской среды. Вот, мы хотели об этом поговорить, все-таки мы поняли, что большинство предприятий, бизнесов, средних, малых и даже микро, традиционная помощь заключается в помощи детским домам, ну и тому подобное, да, но традиционная помощь. Все-таки, мне кажется, надо уделить некоторое время именно инфраструктурным проектам, проектам по изменению городской среды. Почему важно менять городскую среду вокруг, вот с точки зрения бизнесмена? Ну, я, наверное, буду все равно говорить даже не с точки зрения бизнесмена, а с точки зрения человека, который в этом городе живет. И если у меня есть возможность каким-то образом повлиять на эти изменения, то, естественно, я с радостью это сделаю. Потому что город тоже, конечно, не может на все проблемы вот разом уделить время, но если есть инициативные ребята, которые могут увидеть то, что удивят городские чиновники и могут за небольшие деньги существенным образом поменять это место, ну почему бы в этом не поучаствовать и не сделать это? Да, почему могут бизнесмены отказывать в помощи по каким-то проектам? Вот вы сказали, вот судя по вашим словам, у вас очень большой уровень доверия конкретно к Анатолию Курбатову. А почему могут отказывать? Ну, наверное, во-первых, если человек, может быть, впервые видит, да, то есть это определенное там недоверие, это первая ситуация, которая возможна, да. Второе, это, ну, вообще просто нежелание участвовать, да, можно совпадать на то, что я плачу налоги, почему я должен что-то еще делать. Это тоже позиция, она имеет право быть. Причин, может быть, много у человека, который вдруг решил не помогать по тем или иным причинам. Как вы считаете, да, как вы считаете, каким образом увеличить количество, вот это мы еще не спрашивали, количество таких проектов в городе, проектов, которые организованы жителями с помощью специалистов и бизнеса? От чего это зависит? Пока их немного все-таки, очень мало. Да, я думаю, здесь, наверное, все-таки это зависит от от самой активности, именно активности граждан, активности, количество таких активных людей, как Анатолий Курбатов. Я думаю, все зависит только от этого. По большому счету... А с точки зрения бизнеса, вот потому что надо сказать, что не каждая дверь ведь открывается, а далеко не каждая открывается дверь для того, чтобы вот, когда активисты стучатся и просят денег, и просто участие. Я думаю, что, как говорится, птица зернышку клюет, и чем больше будет, даже пускай с участием тех бизнесменов, которые принимают участие и доверяют, и дают деньги, чем больше будут об этом узнавать другие, они, может быть, и будут сами подтягиваться и пытаться уже сами предлагать эту помощь. То есть нужно просто об этом говорить и популяризировать именно такую помощь, вот такую деятельность, гражданскую активность. А вот все-таки кто должен об этом говорить? Сам бизнес, активисты, там СМИ, которые на этом специализируются, или городские власти, например? Ну, тут вкупе можно подключать и медийные ресурсы, и городскую власть, конечно. А городская власть, кстати, давайте про власть, вот тоже про это не говорили. А городская власть, она часто об этом говорит? Что тут, ребят, у нас там такие проекты, вот эти вот помогли, вот это вот сделано. Нет, нет, я, честно говоря, про это мало слышу, и они в основном говорят про то, что они сделали, а когда это делать то-то, ну, я про это слышу мало, абсолютно. Мало. Вы, как житель этого города, вам какой больше всего сейчас вот по душе инфраструктурный проект, да, вот благоустроительный проект в городе? Не важно проект активистов или проект, который идет по программам различным? Честно говоря, мне ближе пока проекты, которые делают активисты, потому что здесь есть понимание ресурсов, которые должны быть задействованы, и самое главное, они эффективно расходуются, эффективно, вот это, наверное, самая основная вещь, и все прозрачно. И в этом плане, мне больше в этом плане доверия в работе нужно вот в таких проектах. А что значит все прозрачно? Вот тут сидят коллеги у нас, Виктор Ребенко, Коммунэнерго и Яков Терехов, Ротари Клуб, они говорят, не надо никаких документов. Как без документов может быть прозрачно? Мне тоже документов никаких не надо. Я доверяю человеку, я вижу, я понимаю, что те деньги, которые заявляются на в виде помощи, они действительно именно этого столько и стоят, потому что бизнесмен в любом случае оценивает с точки зрения материальных затрат ту или иную помощь, которую он оказывает, и что в результате появится. Поэтому в этом плане вот все прозрачно, то есть нет такого, что скамейку там нужно поставить, она будет стоять 150 тысяч рублей. Высокий уровень доверия. Да, высокий уровень доверия. Правильно я понимаю, что в бизнесе это вообще одна из ключевых историй, когда существует высокий уровень доверия, то проект состоится. Если доверия нет, то, скорее всего, он даже не начнется. Совершенно верно. Спасибо, Рустам Садыков, вице-президент ООО «Движение нефтепродукт» был с нами на связи. Но все-таки надо эту историю тоже подчеркнуть. То есть взаимодействие бизнеса и власти, чиновников и бизнеса в реализации таких проектов. На каком оно уровне у нас сейчас? Я просто вспоминаю в свое время, Василий Сураев к нам приходил и очень сильно критиковал нынешнюю власть, вот еще даже до нынешней власти критиковал, что вот раньше, когда-то очень давно города, очень-очень давно к нам обращались мэры, мы помогали, но и нам помогали. А сейчас типа нет такого взаимодействия. Насчет взаимодействия чиновников и бизнеса в реализации таких проектов. У них нет доверия между другом, совершенно. У нас господство работает как палач, то есть забирают налоги и в обмен они, в принципе, ничего не дают. И они обращаются к бизнесменам только когда им что-то надо. И это всегда в ультиментивной форме и с какими-то угрозами. То есть совершенно так делок не строятся. И понятно, что бизнес не будет открываться в ответ. Когда тебя бьют по шапке, ты как бы не будешь общаться, ты будешь избегать общения. Так, а ваше мнение? И поэтому вот все эти сборы, которые были еще при Белых, которые... Да-да-да, фонды Торбянка. Да, про которые Константин Борисович рассказывал там по терупровлению по люльчинке. Да, на них приходят бизнесмены, слушают, уходят и ничего не делают. Потому что доверия нет. Это правда, это правда. И сейчас происходит то же самое. То есть мы же тоже обращаемся и к мэру, и к сити-менеджеру, и к губернатору, и к торгово-промышленной палате. И все в пустоту. Вот любые выступления, и официальные письма в пустоту. Вы знаете, в памяти всплывает много таких моментов. Действительно, и про фонды, и как бизнесменов приглашают в коридоры власти, предлагают туда деньги направить, туда, на то, на сё. То есть это сложилось в последнее время, поэтому доверия нет. Но в то же время, в памяти у меня есть и конец 90-х годов. Пример хорошего взаимодействия – это строительство храма веры, надежды, любви. Когда, в принципе, весь город, все предприятия, кто чем мог, просто вот в те сложные времена, когда, знаете, кризис как раз, помогали, чем могли строиться. А мне кажется, там еще тоже личность играла роль, да? А личности людей, которые в то время были и у власти, и возглавляли предприятия. У меня маленькая ремарочка. Вот по городу Слободском, мы сейчас там делаем проект с Соборной площади, помогаю я администрации Слободского. И она в личном общении рассказывала, что у них абсолютно каждый бизнес помогает. Это все у них произошло за счет ППМИ. То есть у них Слободской, наверное… Поддержки местных инициаций, гражданская активность. ППМИ просто участвует, наверное, больше, чем любой другой район. И они за счет этого, когда бизнес видит, что вкладывал 100 тысяч, а результаты на миллион, и он на будущий год уже сам продолжает, продолжает у них там… Это очень активно. И опять же, именно от зависимости. В зависимости от доверия, но опять же, то, что там есть инструмент. Есть инструмент, рабочий инструмент в виде институтного бюджетирования, который работает великолепно. А ППМИ по прудам не работает, что ли, в Кирове? В районах-то области ведь ППМИ на пруды выдают деньги. Там на ТОС и прочее у нас было очень ограничено по времени. Не тот был механизм. Притом, размер фонда ППМИ он ограничен. А если все же делать весь пруд, на что мы как бы и надеемся, то есть там порядка 20-25 миллионов нужно. Все финансируете? Так, Виктор? Я, наверное… Про доверие? Да, именно что доверие, наверное, это самая главная роль. Я вообще критиковать никого не буду, ни власти, никого остальных. Хочу просто сказать, что все зависит от людей. То есть если человек действительно такой совестливый, ответственный, неважно, какую он должность занимает, то есть он все равно будет делать свое дело для людей и так далее. Поэтому, наверное, действительно все упирается в людей. Раньше в Царской России же у нас было такое купеческое слово. Человек сказал, то есть никаких бумажек и не надо. Сказал, значит, он обязан это уже сделать. И все, у него слово «закон». В противном случае, значит, он, естественно, уже потеряет доверие своих потребителей, клиентов и так далее. В общем, возвращаемся к личным отношениям. То есть кто кого знает. То есть я уверен, что если прийти в кабинеты власти к человеку, который работает давно, которого знаешь, то он не откажет, по крайней мере, консультационную поддержку окажет. А если официально с письмом куда-то там непонятно куда, то стандартные ответы… Ну, то есть для кого-то это работа же, понятно. То есть чем меньше обращений, тем лучше… Проект продолжает, Солнечная Люльченко. Вы намерены продолжать участие в нем? Конечно, намерены. Я хочу вернуть, кстати, вот по Слободскому, ребята, говорили. Ирина Викторовна Жилакова, которая глава администрации, она как вот делала? То есть вот есть проект какой-то, вот что было, что с ним стало? И вот прямо я присутствовал на Думе, где вот эти фотографии она показывала. То есть вот поэтому люди видят действительно результат. Его можно пощупать, можно увидеть его. Благодарим. Это была программа «Разворот на бизнес». Вели ее Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова